Итак, главной новостью сегодня стало возвращение на родину Сирии наших военных летчиков. Первая группа истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые на протяжении нескольких месяцев выполняли боевые задачи в рамках антитеррористической операции, прибыла на авиабазу под Воронежем. Прежде чем совершить посадку, пилоты прошли в парадном строю на малой высоте над аэродромом, где их уже ждали представители командования и, конечно, близкие. Свидетелем встречи стал и наш корреспондент Александр Лякин. Первая группа фронтовых бомбардировщиков возвращается из Сирии на аэродром базирования в Воронежской области. Пять часов полет, одна посадка для заправки, и вот первый самолет касается родной земли. Эти самолеты ждали здесь сегодня весь день. Возле командного пункта родные и близкие летчиков, их сослуживцы и земляки. Погасив на полосе скорость и развернувшись, Су-34 заруливает на стоянку. Пилоты спускаются из кабины на землю и вновь оказываются в воздухе. Позади месяцы напряженной службы. Эти летчики сотни раз влетали бомбить позиции террористов. Боевой счет каждой машины можно проследить по количеству звездочек на левом борту. Одна звезда, 10 боевых вылетов. Так этот самолет 160 раз влетал на задание в Сирии. А есть машины, у которых и 180, и более 200 успешно выполненных заданий. Как говорят пилоты и их командиры, техника успешно прошла боевое крещение в Сирии, показав очень высокую надежность. Не было ни одного, я еще раз повторяю, ни одного бомбинтания не по цели. Именно работа была четко выверена. Несколько раз проверялась каждый объект, каждая цель. И только после этого наносились удары. К сожалению, мы потеряли одного пилота из-за предательских действий турецкой стороны. Конечно, восполнить такую потерю невозможно. Но, тем не менее, после этого пилоты с удвоенной энергией, с удвоенной силой отомстили за жизнь своего товарища. И вы знаете, какие там у бандитов эти потери. После длительного перелета пилоты устали. Но все рады снова оказаться дома. Они немного растеряны и удивлены таким количеством встречающих. Но видно, что гордятся тем, как выполнили боевое задание. Мы, как и любые другие военнослужащие военно-космических сил, и впредь будем с честью и достоинством выполнять приказы верховного главнокомандующего в любой точке мира. После торжественной встречи все гости авиабазы западного военного округа смогли подойти к самолетам, на которых еще осталась пыль сирийской пустыни. Рассмотреть поближе, дотронуться до корпуса и сделать снимок никто не отказывался. Эти крылья уже стали частью истории нашей страны. Ну а пилоты поспешили домой. После нескольких месяцев разлуки они хотят скорее оказаться в кругу семьи. Александр Лякин, Виктор Аверин, Михаил Симаков, Кирилл Зельвянский. Первый канал.